Обеспечить чистоту и прозрачность грядущих сентябрьских выборов. Такую цель поставила перед собой Общественная палата Владимирской области. На очередном заседании общественники обсудили организацию общественного наблюдения на предстоящих выборах. В следующем месяце в регионе пройдет 71 кампания по выборам в представительные органы. 2000 кандидатов будут бороться за 779 мандатов. Вице-спикер ЗАГСобрания Роман Кавинов отметил, что далеко не везде активность одинакова. Для меня, как человека, который сам был депутатом муниципальным и главой администрации, работал в одном из городских поселений, когда мы говорим о решении нужд наших граждан, наших земляков, владимирцев, чем ближе депутат к своим избирателям, а понятно, что в сельском населенном пункте, когда полторы тысячи жителей или избирателей проживает, 10 мандатов по 150 человек, то есть это действительно как депутат, работающий в избранной сельском населенном пункте, он не то что свои депутатские полномочия, он фактически живет нуждами и проблемами округа, и действительно у него есть реальные механизмы, реальные возможности решать проблемы и населенного пункта, и своих земляков. Но, к сожалению, не всегда мы видим активность именно на таком, скажем, на уровне городских и сельских поселений. При этом всего в выборах примут участие представители 12 политических партий и объединений. И порою борьба за мандаты не всегда оказывается честной. Вопросы возможных нарушений и уже имеющихся примеров нечистоплотных методов борьбы также оказались в центре внимания общественников. Один из депутатов ЗАГС Собрания области предложил всем кандидатам заключить мирный договор против подобных методов. Я бы предложил, так сказать, на базе общественной палати всем, так сказать, политическим партиям и независимым кандидатам подписать такой мирный договор о соблюдении морально-нравственных норм введения выборной кампании. Я думаю, что это было бы уместно, и это оценили бы наши жители. В ходе заседания было принято решение поручить Совету общественной палаты проработать это предложение. Более того, общественники намерены проводить дежурство на предстоящих выборах. Общественная палата – это срез гражданского общества, той гражданской активной части населения, которая небезразлично относится к происходящему на территории Владимирской области, в том числе и выборам. И общественная палата, конечно, заинтересована в том, чтобы выборы прошли честно, открыто, чисто. В этой связи мы готовы выступить инициаторами тех изменений, которые могут помочь объективному воле заявлению граждан. Роль общественной палаты, система общественных палат, я бы сказал, даже общественности в целом, в контроле за выборами, она очень велика. Наличие независимых общественных наблюдателей не связано с кандидатами, с партиями, движениями – это очень важно. И, кстати, я хочу отметить, что Владимирская область, общественная палата Владимирской области, очень хорошо себя показала. Кстати, на базе общественной палаты также будет создан ситуационный центр, по аналогии с тем, что работал во время голосования по поправкам в Конституцию. Алексей Домнин, Шестой канал. Субтитры делал DimaTorzok